приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям и вас всех приветствуем изобилие и недостатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 25 июня поговорим о народных приметах а также что в этот день можно и нельзя делать в день петра солнцеворота наши предки в этот день соблюдали ряд табу исследовали рекомендациям связанным с празднованием 25 июня считалось что в этот день проходит торжество петра солнцеворота связи с этим следовало на стол ставить первые блюда без рыбы в противном случае уже в ближайшее время придется очутиться в ситуации когда перед кем-то придется оправдываться не по делу если вы уже давно планировали поесть ухи в этот день напротив стоит ждать в жизни период неудач и хороших событий пойдут дела в гору и на профессиональной стезе и в романтических отношениях кроме того именно сегодня 25 июня существовало поверье соответствии с которым после поедания последней капли ухи можно было загадывать желание которое обязательно спустя какое-то время обязательно осуществится согласно народным верованиям именно этот день считался самым длинным в году они общепринятые 21 и 22 июня с этого момента солнце понемногу заворачивала на зиму говорили что на петра солнце поворачивает на зиму а лето на жару считалось что в этот день солнце укорачивала ход а луна шла на убыль в древней руси солнце было объектом поклонения его воспринимали не только в качестве светила но и как всевидящее око господа через которое он смотрел на землю существовала даже легенда согласно которой солнце было всего лишь колесом от колесницы на которой илья пророк колесил по небу также считалось что солнце на своих крыльях в небе поднимают ангелы при восходе солнца мужчины старались снять шапки чтобы перекреститься на солнце после чего к небесному светило обращались самыми важными просьбами особенно часто мольбы касались сельскохозяйственных работ праздник петра солнцеворота был дан нам чтобы отметить важность солнца в нашей жизни крестьяне находили самую высотную местность после чего взбирались на возвышенность и молились солнышку солнце благодарили за тепло и другие жизненные блага просили подарить максимальное количество солнечных дней в процессе обряда следовало петь песенки посвященные именно небесному светилу в этот день следовало обязательно побывать на рыбалке и приготовить блюда из рыбы среди которых пользовались популярностью уха в прежние времена под таким именем был известен любой суп как с мясом так с курицей или рыбой и лишь спустя какое-то время в них появляться стала только рыба уху из ерша окуня судака и сеньги готовили с луком также в отвар дополняли отварным налимом леньем сомом или язем и считалось что 25 июня позволялся запоздалый посев огурцов и капусты которые высаживались в саду также наступало время засевания поздней гречихи в день петра солнцеворота проплывали первые хлебные пропалывали первые хлебные злаки сорняки принято было скашивать а еще лучше вырывать их руками и даже в народе существовали такие поговорки походишь рабой а поешь госпожой поле полоть руки колоть они полоть таки хлеба не молоть ну а далее с вами друзья мы поговорим о запретах на 25 июня до обеда в этот день в день петра солнцеворота нельзя было сеять гречку так как после полутня уже запрещалось садить овес и пшеницу почему потому что примета утверждала что в таком случае не стоило ждать урожая в ночь на петра солнцеворота не разрешилось ложиться спать пока не наступит полночь противном случае построить построенным планом на будущее не будет суждено сбыться если задуманная вслух произнести до полуночи она обязательно реализуется важно после того как будут слова сказаны нужно приступить ко сну и ни с кем не вступать в беседу не следовало в этот день 25 июня надевать темные вещи так как солнце могло обидеться и послать на землю в этом регионе проливные дожди которые погубят многие растения и приведут к неурожаю в день петра солнцеворота не рекомендовали приобретать корову согласно традициям крупный рогатый скот получив в этот день нового владельца долго не выживал у него мог в лесу заблудиться заболеть или даже стать добычей вора 25 июня беременные должны быть были защищать свой плод от желающих потрогать или погладить согласно народным приметам в таких случаях ребенок мог родиться доверчивым что в жизни принесет ему исключительно сложности день петра солнцеворота был плохим временем для того чтобы ребенок засыпал на чужой подушке в этом случае к нему будет часто заглядывать ночные страхи если же такой участи просто нельзя было избежать следовало прежде чем ложиться на подушку под ней разместить камушек залу или уголь что помогало отпугнуть нечистую силу 25 июня по народным приметам не стоило косить траву в противном случае вместе с инструментами вы могли вместе с инструментами которые вы принесете домой вы могли занести и потусторонние силы в этот день разрешалось траву рвать только руками а по завершении процедуры их обрабатывали святой водичкой и вы знаете дождь в этот день предвещал мокрый сенокос если хорошо в эту ночь виден млечный путь значит на улице устал у стаканится ясная погода ласточки если в этот день летают высоко то к ясной погоде а если сыч ночью активизируется или защебетали воробьи знаете это к дождю если в этот день утки и гуси плывя по водоему часто ныряли и били по воде то ждали дождя в этот день ну а если в садах появилось огромное количество белок то знали по народным приметам приметам год окажется сырым если на ночь приходил туман погода в течение долгого времени сохранится хорошей и в честь праздника сегодня 25 июня ехали на рыбалку после чего готовили рыбные блюда среди которых и было ухо